Здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма Петерсон и я Эдвард Петер и мы продолжаем с вами делать космические пейзажи и мне подсказали что существует сайт NASA или NASA как хотите и там можно скачать вот такие текстуры допустим это Венера сказали даже так что если там ставишь указание что это вот именно оттуда взято то как бы шаттер пропускает но дело в том что я как бы не хотел бы брать готовое разве что землю потому как мы создаем эти сказочные меры по сути делаем и поэтому когда я увидел вот эту картинку что-то она мне напомнила я покопавшись в своих документиках обнаружил вот такую картинку скажите мне на милость чем не готова скажем так Венера да интересно и поэтому я решил воспользоваться одной из вот этих картинок которые я сделал в свое время еще другие но пока вот я возьму вот эту то есть я сейчас посмотрю насколько она большая 521 на 521 не так много поэтому я возьму вот это изображение размер изображение так размер изображения ну вот от 1024 на 1024 все таки как то да окей ну и чтобы это сделать мы сейчас с вами поправим это все да то есть возьмем вот эту часть и создав я делаю большие файлы нет нет конечно флаги все так создать 4000 что получилось 4000 на 4000 и вот сюда закинем так ну я думаю что здесь нам нужно будет ее и увеличить ничего страшного в этом не будет смотрим да я думаю от космических тел никто не потребует офигенной резкости по силу я сейчас возьму вот тут и взяв штампик мы сейчас заделывать ненужные вещи вот так даже уже свечение внутренние есть прекрасно чем хорошо сразу получилась такая планетка неплохая совсем да вот такая не надо никакую сферу делать она уже у нас есть так давайте мы теперь сделаем следующее я бы хотел здесь какое-то подобие между Венера и Сатурн вот посему я сейчас сделаю следующее но сначала я скажу что мне нужно внешнее свечение мне все таки надо так непрозрачность слишком большое это внешнее свечение так вот так сделаем окей 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 так Так, все хорошо. Так, как будем сделать кольцо? Я думаю, что его можно сделать вот так. Создать. Вот я сейчас создам, скажем так, тоже 6000. Ой, допустим, 4000, не 4000, не вполне хватит. Новые 4000, не 4000, окей. И далее я скажу фильтр. Так, облака. О, ну а что? Пусть такое будет. Родор. Вот. То есть у меня коричневый, желтый. Ну, пускай будет. Теперь рендер мы сделаем. И здесь, нет, не рендер, искажение. Нам нужно скручивание. Вот такое вот, вот такое вот скручивание. Вот. Вот, вот, вот. А далее мы поступим с вами хитренько. Так, выбираем значок этот. И опускаем вот сюда. Пустой слой. А здесь мы с вами сделаем следующее. Возьмем, ну, скажем так, 150 растушевку. И вот из центра, зажав. Нет. Из центра зажав Alt. И зажав одновременно на Shift, мы получаем вот такой вот ружочек. Так, и теперь, если мы его Ctrl Shift и инвертируем, и наживем билет, то мы получим вот такой вот сначала. Теперь опять с центра становимся. Зажаваем Alt и Shift. И делаем вот тут еще. Так, если оно не по центру попало, мы немножко подробляем. Так, попробуем сейчас еще тоже удалить. Вот у нас такой бублик получился. Так, где у нас? Ну, сейчас кинем сюда этот бублик. Вот он у нас. Прекрасненько. Ну, и теперь давайте его сначала вот так слепим. Так, посмотрим. Да, в принципе, я думаю, что это было бы правильно. Ну, а дальше уже просто мы еще ставим здесь масочку. И вот тут с помощью кисточки черненькой. Ого. Нет, нам она простая вот такая. Возьмем это все и удалим. Не нужно, наверное, нам оставить только. Так, черный у нас. Что-то цвет у нас нормальный. Окей, кисточка у нас нормальная прозрачность нажим 100. Поэтому мне странновато, что как бы она за раз не очищает. Ерунду мается. Оно мается, потому что у нас неправильная кисточка стояла. Так. Вот так. Ну, вот мы с вами получили такое. Зрелище я бы такое, чтобы вот эти два. Этот не надо. Вот эти два. Я бы их развернул немножко. На горизонтали. Вот в ту сторону. Как бы вот оттуда свет пойдет. Что у нас оттуда пойдет. Ну, посмотрим, как это все будет развлекаться, продвигаться. Так. Сейчас я сделаю новый слой. Я хочу сейчас, в принципе... Так. Где у нас... Сделать... Космический звездное небо. Ну, это что-то... Ну, это что-то... Прямо точно... Я тут поскачал несколько... Половина сам сделал. Ну, так можно, в принципе... Поделать это. Я вам показывал, как делаются... Звездочки с помощью шумов. Ну, дело в том, что там как-то не очень... Там плохо управляемо это все. Почему-то мне показалось. Как бы... Я больше сторонник того, чтобы вручную что-то сделать. Допустим, сделано. Ну, вот так теперь. Можем это выбрать. Сделать поменьше. На 1 четвертую, допустим. Вот. Опа. Это много было. И теперь... Просто-напросто... Подвигать туда-сюда. И вот уже получить такое звездное небо, какое нам нужно. Так. Где они? Четыре. Вот они. Четыре слоя этих. Все. По... Ну, мы можем, конечно... Еще поиграться там. Допустим. Можно сделать непрозрачность меньше. Можно больше. Тоже как хотите. Вот так, допустим. Для меня вот так будет достаточно вполне. Так. Вот так сейчас. Посмотрим. Если мы на этом фоне сейчас нарисуем этот самый... Где он? Рендеринг. Блик. Давайте вот сюда мы его поставим. Яркость. Меньше сделаем. Вот так где-то. Какая-то звезда будет просто. Да и все. На 35. Ну, если звезда есть, надо тень делать, конечно. Ну, во-первых, надо тень сделать на самом... На самом вот так... На самой планете. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Потому что этот астероидный пояс, да? Ясно, что он оставляет какой-то след. Так. Мы выделим овость. Вот так. Процесс на штушевке. Ну, 3, скажем так, да? Наверное, 3 вот так, да? Так. И теперь здесь поставим уровень. И уровень можем вот так затемнить. Какой-то он широкий получился. Это еще не проблема. Всегда можем тут поправить. Так. Ну и... Так. Это будет правильно. Так. И растушевать немножко. Маску растушевку сделать чуть-чуть, чтобы не было так сильно прям как опоясывающий ремень. А вот так где-то, да? Хорошо? Отлично. Так. Теперь можем это все, вот эти вот вещи соединить. Чтобы уже так и осталось. Но тут, ребята... Давайте посмотрим вместе. Я сейчас... Сделаю копию этого. И ее затемню, затемню, затемню. Вот так, где она у нас. Вот она у нас. Начнем с затемнения. Вот такое. Где-то затемнение. Вот такое. Вот так. Так. Ну и... Отрежем половинку. Сколько у нас у нас? У 150 пиццель это много. Мы сделаем 15, допустим. Чтобы у нас было мягко идти, сделаем 15. Вот так. Ну и теперь это может наотрезать, конечно. Что-то... Как раз я эту отрезал, ребята. Так, секундочку. В чем дело? У нас замаскирована она, поэтому. Поэтому мы сейчас возьмем нормальный. Размерчик. Так. Вот это новость для меня. Я переключаю кисть, да? А она переключает на инструмент кисть. Она переключается на бак какой-то. Как только я меняю кисть. Как дольше? Ну ладно, хат остался. Вот так сделаем. Можем еще побольше сделать. Нет, я думаю. Прям вот так. Вот так. Да. Вот так. Мотанок вполне сгодится. Ну и пристроим сюда для антуражности еще эти облака. Вы знаете, как их делать, правильно? То есть мы сейчас возьмем слой. Возьмем 150 пикселей теперь. И сделаем здесь круг. Вот такой круг. Вот такой круг. Так. И заполним его фильтр облаками. Облака. Вот они облака. Так. Хорошо. Сразу применю фильтр размытия по каусу. Немножечко применю. Вот так. Вот так. Окей. Так. Это у нас звезды. А нам надо вот сюда поставить еще один слой. Просто вот суслой. А этот применить к нему. Так. Осветление основы. Он исчезнет. Что нам и надо. Но он попал там, где цвет уже попал. Поэтому сделаем чуть меньше его. Вот так. Вот так. Так. А здесь уже нам знакомые вещи мы возьмем сейчас. Какой-нибудь цвет голубой, конечно. И здесь вот непрозрачность мы уменьшим. Скажем так, пока вот 30. Нажима меньше. Увеличим размер. И начнем тут поверху порисовать. Так. И тоже это еще раз фильтр размытия по гауссу. Делаю побольше размытия. А здесь возьмем более светлое. Как вы помните, в прошлый раз мы делали повторение его очищения. Ок. Маленькую сделаем. Вот это надо поменьше снять. Так. Нажатие непрозрачность. Просто дадим пару тут светлостей. Так. 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 Желтый что нам даст? Идут в таком духе. Да. Это так. Хотя я думаю, что я слишком размазал. Вернусь-ка я назад. Вот так. Так. И вообще, я сейчас сделаю следующее. Это даст мне больше возможностей. То есть, ребята, я извиняюсь, но надо переделать. Так. Я возьму сейчас вот фильтр. И скажу, что мне нужны облака. Но только теперь облака займут все. Вот. Это то, что мне нужно. Хорошо. И им я применю вот этот самый осветление основы. Так. Это можно будет сейчас убрать, но не нужно. Это все. Допустим, я даже не знаю, может быть, оставить вот эту пылающую звезду так, как она есть. Что-то в этом есть, конечно, интересное. Поэтому, наверное, я оставлю, ребята. А вот здесь, наверное, уберу. Так. Вот так. Оставлю такой. Так. Ну, а здесь уже, как говорится, синенький. Сам бухтал. Так. И прозрачно сделаем поменьше. Я хочу такой личный пузов обмахать. В таком плане где-то. Так. Вот так, наверное. Если много, то, конечно, мы можем свою черной кисточкой кое-что тут и подобрать. Ну, давайте посмотрим, если мы вот здесь уберем. Все. Оставим только так. Будет ли это хорошо? Нет, не очень. Поэтому оставим так, как есть. Решили вот такую сделать. Двезду такую и сделаем. Так, а вот тут я бы покромсал немножко. Так, и что-то мне все равно не хватает. Я примерно догадываюсь, чего. Ну, сейчас посмотрим. Что ж такое-то? Ну, какой-то баг явный. Так. Санта баг. Скользит фотошоп. Вот так. Ну, теперь, возможно, эти две соединены в одно. Понятно, не получится, не получится. Так. Мы скажем, что применить свою маску применили. Так. И теперь чуть-чуть прозрачно сменим. Вот так. А то слишком было ярко. Хорошо. Отлично. Так вот, я скажу вам, чего мне не хватает. Мне не хватает еще одной маленькой планетки, которая крутится вокруг вот этой. Сейчас мы ее соорудим. Так. К сожалению, я не верю. Только раз в году. Но она не очень красивая получается. Давайте мы возьмем из того, что было, открыть. Где-то были там же. И вот эта планета у меня была. Давайте мы ее возьмем. Вот эту. Вот так. Вот так. Это раз. Первый. И сюда ее. Оп. Залюк. Я все забываю, что у меня стоит на 150 пикселей. Пять. Вот так. И вот сюда. Сделаем маленькую. Вот так. Вот так. И тут мы с вами неправильно сделаем. Смотря на эту планетку, я понял, что не моя блажка. Не надо было вот так сделать отражение. Вот такое. Сейчас. Да. Вот так. И теперь. Просто-напросто затемнуть. Так вот. Зачем ничь. Так вот. Отрежем сейчас. И замажем. Так. Ctrl-I. И вот так. Сейчас. Берем. Хорошо. А краешки эти мы с растушевкой сделаем. Вот так. Вот такую растушевочку сделаем. И все будет хорошо. Все. Прекрасненько. Единственное, что надо еще свечение сделать вот этому парню. Маленькому. Вот мне такое. Так. Сейчас мы это свечение забабахаем. Внутреннее нет. Нам надо внешнее свечение. Попробуем, думаю, сделать свечение. Такое вот. Почти белое. И маленькое. А вдруг это планета с атмосферой? Кто ее знает? Смотрим. Так. Теперь вот здесь можем посмотреть на... О, так. Чуть-чуть посветлее. Ну и все, дорогие друзья. Мы сегодня с вами сделали Венеру-Сатурну. Сделали какую-то пылающую звезду. Ну, такой млечный путь. И получили еще одну оценку. Такую. Вот. Космических масштабов. Так. Дальше нам нужны будут еще галактики. Я планирую. И кометы. Без них как-то скучно. Хорошо. Договорились. В следующий раз мы этим и займемся. Всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин